вот мы посмотрели с вами знаменитый провал предлагаю теперь прогуляться к нестыжим ваннам копить воды из источника пойдемте дальше мы спустились посмотреть что здесь происходит почему закрыли ванны и оказывается вот написано что превышено общее микробное число в них здесь были переодевалки из которых теперь пахнет мочой и доступ воды прекратили но раньше было очень прикольно вот это была одна из больших ванн здесь постоянно находились люди и она вытекала теперь видимо замуровали все это дело и все текло туда в ту сторону первая зона горная санитарная охрана месторождение минеральных вод и вот откуда теперь-то вода сочится ее вывели видимо отсюда но это уже конечно не то синички купаются теперь в ней но теперь спустимся к источнику номер 24 и попробуем минеральной водичке вот такая лесенка давайте пробежимся по ней черные дрозды если устали можно присесть отдохнуть цветут каштаны и воздух не могу им надышаться с ростовом вообще не сравнить вот источник бювет называется место где можно попить минеральной воды там продаются стаканчики если у вас с собой нету кружечки ничего страшного всегда можно купить вот химический состав источника двух сортов холодный и теплый миш подержи стаканчик имеет специфический привкус не каждому может понравиться немножко дает сероводородом но не синий очень вкусно мне нравится и есть еще теплый источник в зависимости от заболеваний с которыми окружают люди сюда лечиться кому-то назначают холодную кому-то теплую и определенное количество раз в день будьте здоровы а теперь ребята под провалом мы пойдем в сторону цветника в ту сторону через радоновые ванны зайдем посмотрим их пойдемте дальше эти места любили поэты лермонтов пушкин приезжали сюда с удовольствием принимали ванны из минеральной воды и поправляли свое здоровье и все всю дорогу сопровождает пение птиц и невыносимый запах шашлыка его очень хочется съесть санаторий имени Кирова санаторий санаторий родник просто можно тыкнуть пальцем в любое место и ты попадешь в санаторий санаторий ресторан зеркальный он там находится санаторий 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 сегодня 7 мая аппарат уполномоченного представителя президента России в северо-кавказском федеральном округе здание трамвайное сообщение с 6 до 8 часов маршрут номер один вот еще везут туристов на провал автобус номер один на котором мы с вами ехали ребята имеет смысл рационально добраться сюда на автобусе на первом а обратно в церкви пройти пешком что мы с вами сейчас и сделаем экскурсии кому интересно можно поехать в любое место санаторий пятигорья пироговские ванны пироговская лечебница здесь бюст пирогова а вот если пойти налево что мы сейчас и сделаем там то и находятся теперь бесстыжие ванны которые не работают возле провала а находится здесь на самом деле там радоновые источники нам с вами вот туда сейчас спустимся внизу расположен город пятигорск очень красиво выглядит мне нравится как проезжают трамваи и вот тихую погоду слышно как у них скрипят колеса где-то так лай собак доносится и особенно это вечером на закате я сейчас пойдем смотреть радоновые ванны ребят вот мы и пришли и встречают вот такой плакат вон 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 лесенка ведет на нижний ярус вон здесь еще есть купели вон 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 лопат еще к самотюкам все майка уже все не брала майка я же тебе говорила зачем ты майку ему не сняла это а там не горячее там горячее водится я не брала это холодная вода теплая есть не где-то градусов два градусов это холодно да я два градусов все нормально что он на улице есть да не да куда ты его пустила вон вон что И вот еще один источник. Целая компания. О, это горячее. Вот такие роддоновые источники. Но надо знать меру в принятии таких ванн, поскольку могут быть последствия для здоровья. Кафе-смотровая площадка. Можно пойти вот туда вот. И срезать дорогу до цветника. Извините, кафе Панорама называется. Сирень цветет. Посмотрите, как запах стоит. Так. Постоянка. Подписывайтесь на мой канал. Постоянка. 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 Нам вот на эту тропинку И прямо возле тропинки, ребят, растет тимьян, вечебрец, вот такое растение, с ним очень вкусный чай, несколько веточек если кинуть, заварить, очень вкусно, вот такими кучками, ну конечно возле дороги, возле тропинки его не стоит собирать, но на этих склонах его очень много, также здесь растет душица, здесь довольно сильный ветер, он холодный. И это некомфортно, надо спускаться вниз. Дальше по тропиночке, вот по этой. О, здесь хотя бы ветра нет этого. Это иолова арфа, построенная братьями Бернардаци. Раньше там был механизм, в который попадал ветер и она издавала своеобразные звуки, похожие на игру музыкальных инструментов. Гора Машук, верхняя станция. Ну, на иолову арфу мы сегодня не попали с вами. Пойдемте дальше спускаться вниз. Как хорошо, когда нет ветра. Сразу становится тепло. Заросли сирени. От нее стоит такой потрясающий аромат. Внизу слышны чьи-то голоса. Кто-то гуляет по дорожкам. А вот белая сирень. И вот внизу расположен цветник. Самый центр парка. Мы там проезжали с вами на автобусе. Там шашлычная номер один, я еще про нее говорил. Продолжаем наш спуск. Навстречу нам тоже какие-то туристы идут. Продолжаем. 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 и вот уже ребята мы подходим к цветнику такая секретная тропа теперь вы про нее знаете она уже будет не такая секретная и можете очень быстро от провала попасть в цветник пешком пешком ну там впереди одна из достопримечательностей это орел сидящий на камнях Кавказа по которым все любят фотографироваться пойдемте посмотрим поближе пойдемте дальше смотровая площадка можно посмотреть в бинокль красавец Машук и канатная дорога видно вагончик желтый вниз спускается а вот из таких вот щелей очень сильный запах сероводорода стоит и ниже была даже такая пещерка небольшая выемка в которую можно было засунуть руку и почувствовать тепло сероводородной воды а внизу ребята куда мы сейчас спускаемся находилась галерея с водой но вода была настолько насыщена сероводородом что пить ее было нельзя и ей полоскали горло сейчас она уже не работает здесь также вот потеки воды и запах сероводорода кстати где-то здесь и была вот эта пещерка очень красиво приезжать обязательно в Пятигорск и Кисловодск также еще есть Ессентуки, Железноводск много прекрасных мест которые находятся в шаговой доступности но не так сложно в них попасть если бы мы от Орла пошли левее мы бы попали вот в ту беседку там тоже смотровая площадка спасибо что прогулялись со мной по Пятигорску ставьте лайк, подписывайтесь на канал у нас впереди еще много интересного до свидания